Новые усы надежды, герои программы Урганта, ну и капитан сборной России по рэгби, это, наверное, главное его звание. Василий Артемьев у нас в эфире. Здравствуйте, Василий. Скажу вам сразу, я ваша поклонница, большая фанатка. Спасибо. Я прям рада находиться с вами, хотя бы рядом. Мы знаем, что Василий следит за радио Красноярск главной 102.8, недавно он там тоже выступал, но не только же на Урганте появляться. И вот наши девчонки делали видео, если вы видели Василию. Видел, мне показали, да. Да, и вот Саня тоже наша поклонница. Конечно, записывал. А я сразу скажу, мы представили, изучают. Василий, вот вас все знают, прежде всего сейчас, не только по рэгби, но по вашим великолепным просто интервью. Давайте сейчас фрагмент посмотрим, зрители все сами поймут. Как это было. Огонь. Мне кажется, вы видели это интервью уже миллион раз за все это время. Сколько-то просмотров приходится на меня. Хорошо. Ну, я читал комментарии на ютюбе под видео Урганта, но там просто все в основном девушки в восхищении. Английский язык, сила, ум, внешний вид, ну и эти замечательные усы. Я что-то должна говорить, эти все вещи, перечислили, что ты, не только девушки. Нет, у меня такой вопрос. Самый оригинальный комментарий, который вы сами про себя читали? Сейчас скажу. Усач пулеметит. Отлично, как-то так звучало. Ну, это, по крайней мере, запало. Отлично пулеметит, да-да. По крайней мере, запомнилось. Объясним нашим телезрителям, почему так Василий великолепно говорит на английском языке. Он какое-то время был в Ирландии, и что вы там делаете? Да, я там учился, я заканчивал школу и получал высшее образование, учился в университете. Со скольки лет? Ну, я где-то в 15 лет впервые там начал учиться, да, где-то с 15 до 20, наверное, двух примерно было в Ирландии. Но все равно на русском вы лучше говорите. Спасибо, спасибо, я стараюсь поддерживать оба языка. Ну, вот началось такое, что Вас сейчас стали узнавать на улицах, может, берут автограф. Я, конечно, возьму после эфира и сфотографируюсь обязательно. Без проблем, капитан сборной России. Без проблем, да. Еще больше. У нас было очень много внимания в Японии, потому что, ну, во-первых, Япония очень долго готовилась к этому турниру. Мы были участниками групповой стадии со сборной Японии, с хозяйкой мы были, открывали турнир вместе со сборной Японии. Поэтому было очень много внимания, и у всех, и у всех ребят было достаточно много возможностей отработать свою роспись. Да, поэтому, ну, сейчас не скажу, что прям какой-то ажиотаж на улице. Если честно, я до сих пор удивлен, почему, чем вызвано такое внимание к моей персоне. Но я пользуюсь этим, чтобы рассказать о нашем замечательном виде спорта. Кому-то будет совершенно новое что-то, слово регби. Особенно в Красноярске. В Красноярске нет, в Красноярске все это знают. Но в прошлом, бывало, нас принимали за танцоров, за борцов. Ну да, регби – это такой танец. Но сейчас, надеюсь, таких людей сейчас поубавится у нас в России, как все-таки регби будут узнавать по игре с мячом. Слушайте, вот «Усы-челлендж» не хотите запустить, как Черчесов со сборной России? А в чем будет заключаться задача? Отрастить «Усы»? Это тоже один из способов поддержать регби. Хотя мы начнем с этого. Нет, ну вот сейчас уже, это как-то само уже запустилось. То есть у меня не было никаких попыток, но уже присылают, отмечают в Инстаграме. Ребята, регбисты по всей стране, да, отращивают «Усы». Ну отлично, продолжаем. Тем более сейчас месяц ноябрь, это вот во всем регбином мире, это месяц такой «Небритябр», «Мовембр». Это все регбисты, ну мужчины, отращивают «Усы». Отращивают «Усы» и приурочены к проблемам, к благотворенной акции, связанной с мужским здоровьем. В первую очередь, рак перестательной железы. Вот поэтому сейчас, вы увидите, сейчас это будет заполнять все интернеты. Не ассоцируйте, это только со мной, да? У «Серых Бистов», да. Я, честно, и переживаю, что на следующий эфир у нас Давид выйдет с носами тоже. Не переживайте, все переживайте. Начали радио ведущего, так и встречали. У вас неделя осталась, вот, в общем-то, чтобы начать. Да, у кавказцев за день вырастет, все нормально. Мы не гостеприимные гости, давай хотя бы газировочки. Да, кстати, у нас вот тут. У нас же здесь телекафе, мы за барной стойкой. А, хорошо. Сейчас мы вам нальем. Вот, говорим про вас, вот, что касаемо регби. Да. Как у нас в России с регби? Ну, уже лучше. Регби, да, у нас был такой период своеобразного взлета в 2011 году, когда мы впервые вышли на Кубок мира по регби. Сборная России до этого и Советского Союза никогда не участвовала в Кубках мира. В 2011 году мы вышли, у нас было достаточно большое ожидание на вот такой период после. К сожалению, не все эти ожидания сбылись, был такой затишье, а регби немного подзабыли. И вот потом, буквально где-то года два назад у нас были такие перестановки в Федерации, и началась работа по продвижению регби. Мы попали на Кубок мира в этом году, тоже послужил таким импульсом. Надеюсь, мы этот заданный вектор с помощью этого заданного импульса, с помощью Кубка мира в том числе продолжим рассказывать о нашем виде спорта замечательном, красивом. В Красноярске это делать особой необходимости нет, но Россия не ограничивается Красноярском. Ну вот вернемся к нашим. Болельщики Енисея СТМ, как к вам относятся теперь? Да нет, у нас в городе, в общем, мы все... Я напомню, что он игрок Красного Яра, да. Мы все больны одной игрой, но мы, в общем-то, боремся, мы принципиально соперники на поле. Вне поля мы делаем одно дело, мы, в общем, играем и представляем Россию на международной арене, и Енисея СТМ, и Краснояр представляли Россию в кубковых европейских чемпионатах, и игроки сборной играют за тот и другой клуб, поэтому, я думаю, мы получаем поддержку в целом от всего города. Но когда мы играем с Енисеем, там, конечно, есть два лагеря, один топит за Краснояр, другой за Енисея. Заруба, короче говоря. Ну да. Когда красноярцам прийти на следующий суперматч регби и увидеть Василия? Завтра и играет полуфинал чемпионата России по регби 2019 года. Краснояр играет на нашем стадионе домашнем РЧК-57, а против московской славы, поэтому всех ждем там. Поддержите нас, играем в 4 часа дня, будет не так холодно, поэтому приходите обязательно. Вот Василий Артемьев может сам уже вести эфиры. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Рады видеть, всегда приходите еще. Спасибо. Сейчас пойдем фотографироваться. Ну а далее мы сейчас...